я уже потихонечку убираю огород здесь уже все зачистила здесь тоже по зачищала половина кукурузы убрала огуречную сетку тоже поубирала и уже нужно будет ближайшее время пока не наступили холода повыкапывать и заготовить корни по сленам сейчас уже пойду высаживать растения здесь две елочки вот такая вот одна елочка голубая вот это вот елочка обычная европейская такая вот ничего додумала они будут пышненькие на фото всегда по выставляют такую красоту но по факту приходят вот такие вот огрызочки причем здесь голубая ель было написано что саженец будет 30 сантиметров на 30 сантиметров я так понимаю с учетом горшка вот елочки я заказала завтра должны привести землю для хвой и я буду сажать их в контейнер пока что не хочу высаживать в землю посмотрим дальше здесь два китайских лимонника и 4 актинидия вот это вот большой мальчик подсохли листочки нужно срочно высаживать и три девочки все три разных сортов есть пурпурная да потом есть оригинальная и это у нас какая фигурная это мальчик донжоан и еще нужно будет заказать еще одну девочку чтобы посадить две девочки мальчик и две девочки как раз в общей сложности будет 55 число хорошее 4 число нехорошее поэтому да закажем сейчас пойду делать землю подготавливать участок для посадки актинидий и лимонника вот такую вот ямку выкопала три лопаты в ширину три в длину и в глубину на два штыка примерно получилось на дно сейчас нужно будет принести наломать веток принести удобрение потом это все перемешать землю и уже садить в принципе для актинидии глубокая яма не нужно но я на дно буду ложить много всяких вкусняшек ей на будущее поэтому сделала ямку поглубже сажать буду вот здесь в огороде пущу ряд ее вот это будет первое и так дальше 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 вообще желательно сажать в полутени но у нас как таковых мест нет приемлемых поэтому я буду сажать здесь а вот перед ней будет расти малинка вот я один кустик еще весной посадила уже кстати там сейчас покажу ягодки и осенью собираюсь еще закупить саженцев уже полностью засадить в полный рядок и соответственно на следующий год малина будет расти чуть быстрее она будет делать тень для актинидии ну и на всякий крайний случай можно будет купить затеняющую сетку и уже притянить ее так что пусть будет здесь и здесь просторно в общем я сюда уже нанесла веточек нанесла яблок яблоки брала и гнилые и уже спелые которые все в общем что нападала под деревьями собрала также закинула немножко шкарлупы от яиц для кальция также я принесла помет козий также я принесла все что вычищала из под кормушки у коз там в основном сена ну и тоже есть помет насыплю чуть-чуть того и чуть-чуть того также у меня лежит там табачная пыль и зола которую я тоже насыплю табачную пыль чтобы корни не кто не хотел съесть в общем нанесла мне тут будет актинидия расти на целой компостной кучи в общем посмотрим что из этого получится сейчас буду доделывать все между собой хорошо лопаты перемешала теперь этот слой нужно присыпать землей немножко ну чтобы прям сами корни не дотрагивались до всей этой компостной кучи присыпала землей нужен совсем небольшой слой просто чтобы корни прямиком не дотрагивались ко всей перепревшей массе чтобы не обожглись корни сверху присыпала землю золой и табачной пылью теперь это все немножечко вот так вот еще перемешаю еще совсем чуть-чуть присыплю земелька на всякий случай так когда потом растение окрепнет корни разрастется она будет получать прекрасное питание органическое так все теперь можно идти за саженцем и сажать все одна актинидия посажена ну и времени конечно она у меня заняла замульчировала чтобы влага меньше испарялась осталось разбавить корневин и полить хорошанечко но я планировала все сначала высадить потом все вместе одновременно и полить но я так понимаю за сегодня я не справлюсь также актинидию обязательно нужно защитить потому что она привлекает котов и они повреждают растения там у нее специальный какой-то запах ну по типу валерьяны и потом коты начнут здесь тереться и сломают поэтому я сделала вот такую вот сеточку здесь проволокой такой повтыкала в землю ну вроде все держится ну и плюс чтобы ветер не сносил и палочку одну поставила такую опору чтобы придерживала надеюсь все будет хорошо ну в принципе если крупно рогатый скот бегать не будет не сломает то все будет хорошо а в принципе от котов должно защититься я думаю через верх они не станут перепрыгивать мы будем надеяться посмотрим как дальше будет примерно половину покосила осталось еще половина такая вот сюда ночка решила скашивать под ноль если можно так сказать не оставляя никаких стебельков так как это однолетнее растение за зиму все равно она погибнет поэтому нет смысла оставлять там 15-20 сантиметров на землю стебля для того чтобы растение перезимовала она не перезимует поэтому косим под ноль привезла первую тачку сена вернее травы козюли хомячет получойчик тоже здесь подъедает все у меня передышка потому что самое легкое это покосить и перевести но загребать очень сложно и я пока все разгребал так устала в общем уже одну тачку отвезла здесь тоже одну кучку собрала это уже вторая куча сейчас тоже все закину козом и еще максимально постараюсь загрузить кормушку чтобы хотя бы на пару дней хватило и сделать перерыв от покоски завтра и еще козлам тоже нужно закинуть свежечка пришла я значится грунта поставила ведро вот это вот пошла попила воды возвращаюсь в ведре пакет мокрый буквально меня две минуты не было максимум и здесь уже все мокрое половозрелость чипа мне выходит боком взял и пометил мне просто в ведро сюда теперь у меня перчатки мокрые эти пакетики все мокрые веревка мокрая и помимо мокрости еще и пованивает это у нас к трем годам становятся половозрелые чипы уже начинают потихоньку метить территорию и вот это вот что мне сделал вонючка приехала земля только что получила поэтому посадка лимонника немножко откладывается первым делом пересаживаю в контейнеры побольше елочки одну вот уже высадила такая вот это ель европейская обычная и одна вот такая вот голубая ели ее достала потому что корешки уже через дно повылазили вся корневая полностью заплетена все выращивается вот в таких вот пол-литровых маленьких горшочках ту же актинидию я высаживала все абсолютно корневая за забивает и растение отстают в развитии высаживаю чуть побольше следующем году уже либо в землю высажу либо же так и будут расти в контейнерах но уже в больших 25 литровых но там и более вот ну пока так думаю пусть еще разрастается красота готово елочки посадила замульчировала корой вот так вот все хорошо полила с корневином иди чип подальше от меня и здесь еще водички долила потому что полила сверху по литру воды но вода так и не вытекла значит земля еще вся не промочилась поэтому через низ елочки впитают земля впитает сколько себе надо и остальное уже сольем покупала вот такой вот мешок коры потому что я изначально думала будем высаживать елки в землю и этой корой соответственно все вокруг замульчируем но передумали пока решили так